Привет, красотка! Я тут недавно осознала, что я еще ни разу на свой канал не снимала видео о моем гардеробе. Прям вот так, чтобы всецело поговорить о нем. Хотя у меня есть прекрасная, приятная традиция. Каждый сезон я расхламляю свой гардероб и, собственно, готовлю его к новому времени года. Поэтому предлагаю сегодня сделать это вместе со мной. Я ничего не буду вас учить, не буду говорить как надо, как меня кто-то научил. Я делаю так, как чувствую и буду делиться просто этим с вами. Я сама невероятный любитель расхламления любого пространства. И подобные видео меня очень мотивируют и подталкивают поднять попу с дивана и прибрать что-нибудь у себя где-нибудь. Все расставить по полочкам, не нужно выбросить или отдать. Поэтому также надеюсь, что это видео будет вдохновляющим для вас. И, кстати, не удивляйтесь, что уже середина весны. Я только сейчас занялась этим делом, потому что у нас на Урале немножко, знаете, смещение сезонов происходит. И вот только сейчас, вот середина апреля, можно сказать, действительно началась весна. Можно убрать теплые вещи подальше, но ненадолго, потому что и 1 июня иногда идет снег. А, я сейчас поняла, что я не надела сережки, которые хотела надеть. А они очень классно дополняют этот образ. Итак, я снова с вами. Вот скажите же, совсем другое дело. И как мне кажется, самое важное в расхламлении своего пространства, своего гардероба, это в первую очередь хорошее настроение. Во-вторых, отсутствие кого-либо дома. И в-третьих, классная музыка на фоне. И вот, кстати, вот этот третий пунктик очень такой приятный, потому что я для вас специально создала плейлист из моих треков, самых любимых, под которые просто невероятно круто наводить порядок, танцевать, кайфовать от процесса, а не подходить к этому как к какой-то абузе, к тому, что надо, когда-то там отложу. То есть лучше, если нет настроения, отложить немножко на пару дней, настроиться и прийти к этому вот прям с вдохновением. Я действительно жду этого момента, жду такого настроения, потому что не всегда, конечно, мне хочется прибираться, не всегда мне хочется наводить порядок. Но когда прям вот подпирает и хочется какого-то обновления внутри и снаружи, то я готова выделить на это полдня и произвести эту магию у себя в гардеробе. И мое правило номер один, если я хочу приобрести какую-то вещь, мне кажется, что вот, мне нечего надеть, нужно обновление гардероба, я первым делом разбираю свой гардероб, который существует уже, потому что, скорее всего, какие-нибудь вещи залежались, я просто про них забыла. И очень часто, таким образом, мы, кстати, совершаем необдуманные покупки, приобретая то, что уже у нас есть или очень похоже. Буквально недавний пример с классными джинсами, это джинсы-бананы на высокой талии, но у меня, блин, точно такие же джинсы, оказывается, были дома, и я просто о них забыла. Мое правило номер два, сколько вещей ты приобретаешь, от стольких вещей по количеству ты должен избавиться, чтобы не копилось то, что вы не носите, потому что, ну, физически невозможно, да, носить миллион вещей. И, скорее всего, какие-то вещи будут просто лежать мертвым грузом, поэтому при разборе своего гардероба я беру каждую вещь в руки, да, это не быстрый процесс. Этот лайфхак я взяла из книги «Магическая уборка» вроде называется. Не знаю, можно ли назвать это лайфхаком, просто способ принятия решений о том, нужна тебе эта вещь или нет. Ты просто берешь ее в руки и спрашиваешь честно себя, что ты чувствуешь, хочешь ли ты продолжать ее носить, доставлять ли она тебе радость. Это единственный вопрос, который стоит задать. Не модно ли это, не как дорого она стоила, не как часто ты ее носил, а просто приносит ли она тебе удовольствие. Не важно, сколько ей лет, не важно, сколько она стоит, и если ответ положительный, то мы оставляем вещь на полочке. Но здесь нужно быть предельно честным с собой. Сейчас я к этому правилу, на самом деле, очень строга и прям вот безжалостно отношусь к вещам, которые действительно ничего уже для меня не стоят, потому что то, что я надеваю, это то, как я к себе, по сути, отношусь. И вот этот момент уборки мой самый любимый. Я просто включаю музыку на полную и примеряю все, что у меня есть. И здесь, на самом деле, даже если у вас не было настроения, оно 100% появится. Если перед вами есть зеркало, а мы все с вами обезьянки-мартышки, как только начинаем кривляться, как только начинаем танцевать, поднимается настроение, нам начинает это все нравиться. Наверное, это даже весело делать с подругой, я всегда это делала одна. Но не, мне устраивает, я люблю, на самом деле, побыть одна, ничего не хочу менять. И в детстве, спасибо за это моей сестре, у меня вся вот эта организация, весь этот процесс сопровождался как будто бы съемкой, скрытой съемкой со всех уголков нашей квартиры. И мы представляли, будто мы сейчас снимаемся в шоу, типа модный приговор или там какие-то стильные да, стильные нет, я не знаю. И мы действительно из этого устраивали шоу. У нас был подиум, мы все перемиряли, чем-то красились, наряжались. Это было очень классно, мне кажется, все еще из детства вот это тянется. И сейчас я уже снимаю не на скрытую камеру. И на самом деле это не только весело, но мне кажется, еще для психоэмоционального состояния очень полезно. Потому что у меня такое вот чувство после такого разбора гардероба, вот с танцами, с активными, со всем-со всем, как после хорошей практики йоги, знаете, такое прям вот какое-то очищение, поднимается настроение невероятно. Ей-богу, как сеанс психотерапии. Так что, если вы еще этого не пробовали, настоятельно рекомендую. Кстати, есть у меня одна стопочка, которая никогда не подлежит расхламлению, потому что это памятные вещи. Например, эти брюки со времен моей беременности. Я, собственно, ручно порезала их, чтобы резинка не давила на живот, когда была на седьмом месяце. При том, что сделала я это, ну, очень криво. Или это футболка, подарок от Дениса. Тут даже нет смысла комментировать. Буду хранить ее до самого конца. А в этой ночнушке я родила Еву, представляете? Надела ее в роддоме сразу, как приехала, и была в ней до самого финала. Эту футболку мне подарили за смелый прыжок с Банжи 207 в Сочи. Помните такое? Мне кажется, уровень адреналина во мне повышается каждый раз, когда я ее просто держу в руках. Ну, а это просто любовь невероятная. Тоже подарок от Дениса. Мое фирменное приветствие, написанное мною от руки и перенесенное на толстовку. И последнее. Бомбер от YouTube со времен, когда я была амбассадором YouTube по Екатеринбургу. Очень много приятных воспоминаний с того времени. Но, наверное, многие сейчас задались вопросами, что же делать с теми вещами, которые больше тебе не нужны, которые тебе не нравятся. Неужели просто так вот вынести на свалку? Нет. Про избавление от вещей это, на самом деле, отдельная тема. Можно избавляться от них очень экологично, разумно. Подарить вещи тому, кому вы считаете это нужно. Например, я очень много вещей отдаю маме Дениса в деревню, понимая, что не просто я туда скидываю ненужное, а я понимаю, что ей нужно, что не нужно. И в то же время она честна ко мне и к тебе, чтобы сказать, Саш, больше, например, не привози. Или, Саш, вот это классно, вот такое мне больше не надо. И очень приятно, когда я приезжаю сейчас в деревню и понимаю, что вещь носится, что она имеет вторую жизнь, а то и третью. Если вещь в отличном качестве, ну или в хорошем качестве, да, вы ее немного поносили, и вы понимаете, что она тоже может прослужить еще кому-то хорошую службу, то можете ее продать. Тут немножечко мороки с тем, чтобы выложить на Авито, например, или куда-нибудь еще что есть в вашем городе, снизить цену, да, и нужно этим заниматься. У меня даже есть инстаграм-аккаунт, называется Сашка Торгашка, где я продаю такие вещи, потому что у меня, например, много вещей, которые я поносила совсем недолго. Из моего окружения никому, например, они не подходят. Я могу дать им вторую жизнь, продав. Третье. Сдать на переработку. Здесь нужно просто погуглить, и все. Я более чем уверена, что в любом городе есть баки, которые просто принимают на переработку, многие магазины перерабатывают. Тут реально вопрос информации, вопрос знаний, и просто договориться однажды с подругой, пойдем сегодня гулять, бери свой там пакет ненужной одежды, который она заранее собрала, ты берешь пакет, и вы вместе идете, делаете благое дело. Также очень важный этап, это диагностика вещей во время уборки. Я на него иногда жалею времени, потому что мне просто лень пришивать, например, пуговицу к моему пиджаку, или менять молнию у любимых джинс, даже если они любимые, я проще поношу что-то нелюбимое. Но нет, на самом деле это важно, и я прям себя заставляю. После уборки у меня чаще всего образовывается стопочка такая приличная, из вещей, которым требуется ремонт, или какая-то особенная стирка, например, вещь, которая требует отбеливания, или избавления от катышков. Мама всю жизнь меня учила сворачивать вещи трубочкой, это убивает множество зайцев. Вещи не мнутся, вещи выглядят адекватно, понятно сразу же, вот вы даже можете не приглядываясь, понять по цвету, по форме, что примерно там находится, и мне легче так угадать, да, что там лежит. Не образуется вот такая вот стопочка, когда вы берете нижнюю кофту, например, все сваливается, проваливается куда-то далеко, что-то мнется. Отличный вариант, я не знаю, насколько это эстетично выглядит, мне без разницы, я понимаю, что это очень удобно. И я так делала не всегда, несмотря на то, что мама меня так учила с самого детства делать. У меня все-таки здесь была система такая стопочная, и вот эти вот ячейки из Икеи я заказала буквально полгода назад, наверное. Моя жизнь поделилась на до и после, потому что бардака в моем гардеробе практически не стало. То есть вот этот момент, когда у тебя все копится, ты открываешь потом шкаф, все вываливается, ты не понимаешь, что есть что, такого у меня больше нет. Единственная проблема, с которой я еще борюсь, это скопление вещей на стуле, например. Знаете, когда ты пришел, снял, тебе лень брать сразу же вещь в гардероб, и вот так вот складируются эти вещи, складируются, и потом ты такой, ну разберемся, что же здесь есть. Теперь в целом про мой гардероб. Вы очень часто, спасибо вам большое, говорите мне, что у меня все так выглядит как-то стильно, хорошо, как будто я каждый день долго очень перед зеркалом выбираю, что же мне надеть, сочетаю все. Но все намного проще. Очень редко я приобретаю вещи какие-то акцентные и не сочетающиеся с другими. Например, вот этот пиджак. Очень акцентная вещь для меня, потому что она в клетку, она терракотового цвета, и, например, уже с фиолетовыми штанами, которые вы можете видеть сзади, она не будет сочетаться. А для меня идеальная система, это когда я открываю гардеробную, могу не глядя взять две вещи, и они будут друг с другом сочетаться. Но в определенный момент я поняла, что таким образом у меня формируется бежево-коричневый гардероб, ну еще есть там оттенки белого и черного, и примерно каждый день я выгляжу в одной и той же цветовой гамме абсолютно одинаково, и мне как-то это начало надоедать. И я начала добавлять акцентные вещи. То есть, по сути, единственный ответ на вопрос, как у меня все так сочетается, это то, что я приобретаю базовые вещи, базовых цветов, и они просто не могут не сочетаться друг с другом. Ну и, наверное, самая интересная часть видео, это обновление моего гардероба, а именно переход на весенне-летний сезон. Я оформила недавно большущий заказ на сайте TopTop, вы уже знакомы с ним. Два года назад я снимала видео про мои образы беременяшки, и большинство одежды было именно оттуда. Так что сейчас будет тот самый подиум, вы будете оценивать мой новый гардероб. Кстати, в этом заказе я вышла в такие зоны комфорта, у меня много действительно ярких вещей, и они очень освежают, добавляют сочности, стилю и образу, так что мне уже не терпится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Новинки на сайте появляются каждый день, и стилисты собирают готовые образы, представляя их на сайте. Это очень удобно, особенно когда не знаешь с чем и как сочетать вещи. Ну а сейчас, наверное, еще более приятная часть видео, это то, что мы с ТопТоп решили вас порадовать, и, внимание, вернуть всю сумму с покупки сайта ТопТопРу одному счастливчику из тех, кто в течение месяца совершит на сайте покупку по моему промокоду. Мой промокод дает 15% скидку на все абсолютно, даже на вещи из категории сейл, вот мой промокод по основе, конечно же. То есть вы просто совершаете покупки, радуете себя, приобретаете для себя что-то новое, обновляете гардероб, и уже в середине мая ребята из ТопТоп выберут одного из вас, кому вернут всю стоимость шопинга. Я благодарю вас за просмотр, за участие в моем расхламлении гардероба. Напишите обязательно в комментариях, насколько сильно вы любите заниматься вот тем, чем мы занимались с вами сегодня. Может быть, кто-то из зрителей у меня вообще абсолютный минималист, как мой муж, у которого просто есть 5 футболок одного цвета, трое джинс одного цвета, и каждый день он носит одно и то же. А может быть, кто-то, наоборот, из вас дикий фанат шопинга, который любит творческий беспорядок, так что пишите в комментариях о себе. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, всю новую одежду моего гардероба весеннего-летнего я оставлю в описании, и я желаю вам приятного расхламления своего пространства, если оно этого требует. До скорой встречи, обнимаю, пока!